Солнечная и теплая погода, установившаяся в Хабаровском крае в последние несколько недель, достаточно сильно повлияла не только на наличие снежного покрова на земле. Лед на водных объектах региона истончается, проседает, меняет свою структуру и плотность. Особенно это заметно в прибрежной зоне краевого центра и близлежащего пригорода. 3 марта инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю провели проверку и подписали акт о закрытии еще одной ледовой переправы в районе улицы Набережной в городе Хабаровске. Передвижение на любом виде транспорта, как и выход на лед, в этом месте теперь официально запрещены. Здесь демонтированы все дорожные знаки, вехи, ограничивающие полосы движения, шлагбаун и спасательный пост. Въезд на ледовую переправу пересыпан. В целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона госинспекторы ГИМС МЧС России усиливают профилактическую работу, рассказывая о коварности весеннего льда. В ходе рейдов по береговой линии Амура в пригороде Хабаровска они напоминают гражданам о том, что выход на лед в неприспособленных для этого местах может быть опасен для их жизни и здоровья. Причем заметить такой участок льда очень трудно, особенно двигаясь на скорости. Вручая памятки отдыхающим на берегу и рыбакам, специалисты МЧС России рассказывают об образовании промоин и таянии покрова на водоемах. Бурный характер и сильное течение Амура приводит к тому, что лед разрушается не только сверху, но и снизу. При колебаниях уровней воды могут образовываться провисы и пустоты, в которые с легкостью может провалиться человек. Очень много мест, где производится сброс теплых вод. Они тоже влияют на целостность льда и его припай к берегу. Уже на протяжении двух недель в нескольких местах мы наблюдаем промоины прямо у самого берега. Однако граждан это не останавливает и они продолжают не только выходить на лед, но и выезжать на него на автомобилях, снегоходах, кататься на тюбах. При этом зачастую с детьми. «Наша задача в очередной раз напомнить отдыхающим о ценности их жизни и убедить соблюдать элементарные правила личной безопасности на водных объектах при резкой смене погодных условий», рассказал государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Александр Гомзарь. К сожалению, трагический случай с автомобилистами в районе Воронежа-3 для многих автомобилистов не стал поучительным, и они продолжают пересекать Амур и его протоки на несанкционированных переправах, подвергая риску своей жизни. В результате, во время совместных рейдов инспекторов ГИМС МЧС России с сотрудниками полиции и рыбоохраны, гостях надзора, такие экстремалы наказываются штрафами. По состоянию на 3 марта 2020 года на территории Хабаровского края под надзором Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России находится 36 ледовых переправ. Для того, чтобы избежать несчастных случаев на водных объектах, необходимо помнить о правилах безопасности на льду. Государственная инспекция по маломерным судам по Хабаровскому краю напоминает рыбакам и отдыхающим. Будьте предельно внимательны, выбирая место лова и отдыха. Соблюдайте меры личной безопасности на льду, передвигайтесь только по оборудованным ледовым переправам. Не передвигайтесь по льду в темное время суток и в условиях плохой видимости. Для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда 15 сантиметров и более. Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 сантиметров и только в местах несанкционированных ледовых переправ. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие требования информационных знаков по допустимой грузоподъемности. Перемещение транспортных средств при плохой видимости, туман или пурга по водоемам крайне опасно. Если вы провалились под лед, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, так как лед уже проверен на прочность. Не оставляйте детей без присмотра. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно рекомендует при пересечении водоемов пользоваться только оборудованными ледовыми переправами после их официального открытия. В случае происшествия незамедлительно сообщайте по телефону 101 или 112.